Эрл Стэнли Гарднер Дело о коте-привратника Часть пятая «Валяй, — горько сказал Сэм Лекстер, — действуй, Фрэнк, притворись, будто тебя убедили. Но меня-то уж никто не одурачит. Ту же минуту, как этот адвокатишка подсказал тебе, что ты сможешь присвоить мою долю наследства, если меня обвинят в убийстве, Я понял, что произойдет. Господа, господа, — завопил Шастер, — не надо, не ссорьтесь, это ловушка, не поддавайтесь. Он заставит вас поругаться, и его проклятый кот унаследует поместье. Вот так замысел, вот так замысел, ну и шуточки! Мэйсон спросил, глядя на Сэма Лекстера. А как насчет шланга, найденного в вашей машине? — Кто-то его подкинул, — гневно сказал Сэм. Вы привели полицейских в гараж, они и нашли шланг после того, как вы им подсказали. — Вы думаете, это я подкинул шланг? — спросил Мэйсон. Шастер кинулся к Сэму Лекстеру, схватил его за полы пиджака, оттолкнул и закричал. — Не отвечайте, не отвечайте, это ловушка! Это опять ловушка, он заставит вас обвинить его, а потом привлечет за клевету. Вы же не можете доказать, что он подкинул шланг. Не говорите этого, не говорите ничего. Предоставьте мне вести переговоры. Оуфли шагнул ближе к Лекстеру и сказал через плечо Шастера. — Ты что, Сэм, хочешь мне пришить, что я его подкинул? — А то нет, — с горечью произнес Сэм Лекстер. — Ты меня не одурачишь, Фрэнк. За полмиллиона долларов ты еще и не то проделаешь. Теперь-то я все вижу в новом свете. — Не забывай, — с холодным достоинством произнес Оуфли, — что видела это Эдит Дево. Я-то не видел, а когда она мне рассказала, я не придал этому серьезного значения. — Господа, господа, — умолял Шастер, поводя головой то в сторону Сэма, то Фрэнка Оуфли. — Джентльмены, успокойтесь, мы пришли сюда не за этим. — Замолчите. — Эдит Оуфли, — оскалился Сэм Лекстер, не обращая внимания на своего адвоката. — Не умерла бы она, я бы кое-что о ней сказал. Оуфли в ярости оттолкнул Шастера правой рукой, а левый ударил Сэма в лицо. — Господа, господа, — кричал Шастер, — помните! Левый кулак Сэма Лекстера, нацеленный в челюсть Оуфли, попал прямо в лицо Шастера, в то время как маленький адвокат тащил Сэма за пиджак. Шастер со стоном рухнул на пол. Лекстер размахнулся правой, перевязанной рукой, и нанес Оуфли удар по щеке. Оуфли размахнулся правой, Лекстер промазал левой. Шастер, лежа на полу, дергал их за брюки. — Господа, — умолял он, — кровоточащие губы не давали ему возможности говорить громко. Пэрри Мэйсон положил ноги на стол, откинулся на спинку стула и затянулся сигаретой, не без веселья наблюдая эту суматоху. Внезапно Оуфли отступил. — Извини, Сэм, — сказал он, — я забыл, что у тебя рука ранена. Между ними втиснулся Шастер, тщетно пытаясь оттолкнуть одного от другого. Тяжело дыша, они не обращали внимания на его попытки и стояли, глядя друг на друга. — О моей руке не волнуйся, — горько сказал Сэм Лекстер. Потом посмотрел на повязку. На ней показался красный след в том месте, где рана открылась. — Не надо, не надо, — воскликнул Шастер, — у него масса таких трюков, разве я вас не предупреждал? Грудь Оуфли тяжело вздымалась, лицо было красно, он сказал. — Нечего болтать насчет Эдит, вот и все. Он резко повернулся, прошел через комнату, распахнул дверь в коридор. Поколебавшись, Шастер выбежал за ним, крича. — Мистер Оуфли, мистер Оуфли, вернитесь же, мистер Оуфли! — Оуфли отозвался через плечо. — Идите вы к черту! Я своего адвоката найму! Шастер в ужасе взглянул на Сэма Лекстера, потом повернулся к Мэйсону и завизжал. — Добились своего! Вы это нарочно! Вы их настроили друг против друга! Вы отравили их подозрением! Вы пустили в ход Идидево! Вы... Закройте дверь с той стороны, спокойно прервал Мэйсон. Шастер взял под руку Сэма Лекстера. — Идемте, — сказал он. — Нам полагается возмещение убытков. — Он возьмет адвоката и свалит на меня смерть деда, — горько сказал Сэм. — Ну и дела! Шастер потащил его через комнату. — Не забудьте закрыть дверь, когда будете выходить, — напомнил Мэйсон. Шастер захлопнул дверь с такой силой, что стена чуть не обвалилась. Картины все еще качались, когда дверь из приемной открыла Делла Стрит. — Ты это нарочно сделал? — спросила она. Мэйсон, продолжая курить, сказался отсутствующим видом. — Бессмысленно было заставлять их обоих платить Шастеру, ведь их интересы не совпадают. Они должны были это понять. У них будут разные адвокаты, так удобнее для Дугласа Кина. Она вздохнула, как вздыхает мать, когда безнадежно избалованный ребенок с ней спорит. Потом неожиданно рассмеялась и сказала. — Ладно. Я все записала, даже звуки ударов. В приемной у Инфрид Лекстер она принесла кота. — Кота? — удивился Мэйсон. — Да. Персидского кота. В глазах Мэйсона сверкнули чертики. — Пусть войдет. А насчет того, что кота из моей квартиры забрала полиция, так это правда, — сообщила она. — Они сказали управляющей, что должны обыскать мою квартиру. Взяли у нее ключ. — Ордер на обыск у них был? — Не думаю. — Прокол получается, Делла, — задумчиво сказал Мэйсон. — Жаль, я не подумал, что они нагрянут к тебе. Сержант Голдкомп укрепляет свои позиции. Он просто завидует. Я его не осуждаю. Надо признать, мое поведение по отношению к нему может иной раз вызывать раздражение. — Пожалуй, да. Я раздражаю его нарочно. Мэйсон усмехнулся, глядя на нее снизу вверх. — Пусти Уинфред и жди у себя. Можешь послушать. Уинфред Лекстер несла в руках большого персидского кота. Подбородок у нее был вызывающе вздернут, взгляд дерзкий. Даже в том, как она держала голову, был вызов. Перри Мэйсон терпеливо оглядел ее. — Садитесь, — предложил он. — Я вас обманула, — сказала она, останавливаясь возле стола. — Насчет кота? — Тот был не Клинкер. Вот этот Клинкер. — Почему же вы мне солгали? Я позвонила дяде Чарльзу, привратнику, и сказала, что хочу его избавить от Клинкера. Пусть он его отдаст мне. Он отказался. Тогда я решила, что лучше всего будет обмануть Сэма. Пусть думает, что Клинкера там больше нет. Я сказала, что возьму Клинкера и послала Дугласа Кина с другим котом, который похож на Клинкера. Мы бы подменили Клинкера другим котом, и если бы Сэм отравил кота, он бы отравил не Клинкера. Ясно? — Сядьте-ка и расскажите все сердито, — сказал Мэйсон. — Вы мне не верите? — Послушаем дальше. Она села на край мягкого кожаного стула. Кот начал вырываться. Она держала его, гладя по голове и почесывая за ушами. Когда кот успокоился, она поведала. — Дуглас Кин поехал туда. Кота он взял с собой. Он немного подождал Эштона, потом вернулся ко мне за инструкциями. Кота он оставил у меня. — Почему вы мне сказали, что тот кот Клинкер? — Потому что боялась. Другие скажут, что Дуглас взял Клинкера, и я хотела проверить, как вы поступите, и сочтете ли это серьезным. Я хотела видеть вашу реакцию. Мэйсон засмеялся. Кот изогнулся. — Бога ради, — взмолился Мэйсон, — отпустите вы этого кота. Где вы его взяли-то? — О чем вы говорите? Она уставилась на него. — Это Клинкер. Он меня очень любит. Кот спрыгнул на пол. — Это была бы хорошая версия, — произнес Мэйсон бесстрастным тоном. Она помогла бы мне выпутаться и выручить Деллу-стрит. — Коты, конечно, похожи. Но нет, не пройдет. Рано или поздно они узнают, где вы взяли этого кота. — Но это Клинкер. Я туда поехала и взяла его. Он до смерти перепугался. Бедный котик. Столько шуму, а хозяин мертвый и прочее. — Нет, — сказал Мэйсон. — Я не допущу, чтобы вы так поступили. Газеты уже продают, а в них сказано, что полиция нашла Клинкера в квартире моей секретарши. Они нашли кота и приняли его за Клинкера. — Чушь, — сказал Мэйсон добродушно. — Забирайте кота и отправляйтесь в свою вафельницу. — Дуглас Кин собирается объявиться у меня и сдаться? — Не знаю, — ответила она со слезами на глазах. Кот выгнал спину, потом начал обследовать контору. — Кис-кис-кис, пойдем, киска, — позвала его у Инфред. Кот не обращал на нее внимания. Мэйсон с сочувствием смотрел на заплаканное лицо. — Если Дуглас Кин появится, — сказал он, — объясните ему, как важно для него подыграть мне. — Не знаю, а вдруг его обвинят в убийстве и повесят? — Вы что же мне не верите? Он похлопал ее по плечу. Она подняла на него глаза. — Хватит подбирать кошек и сочинять для Дугласа алиби. Вы только затрудняете мою работу. Обещайте, что больше не будете. Губы ее подергались и успокоились. Она кивнула. Мэйсон в последний раз похлопал ее по плечу, подошел к коту, поднял его и посадил на руки у Инфред. — Поезжайте домой, — посоветовал он. — Поспите. Он открыл для нее дверь в коридор. Когда он снова ее закрыл, позади уже стояла Делла Стрит. — Ужасный ребенок! — улыбнулся он. Делла медленно кивнула головой. — Как насчет того, чтобы посрезать углы? — спросил он. — Ты о чем? — Не хотела бы ты провести со мной медовый месяц? — Медовый месяц? — Она уставилась на него и вытаращила глаза. Мэйсон кивнул. — Как это? — Ой! — Хорошо, — улыбнулся адвокат. — Но сначала приляг на диван и отдохни. — Если позвонит Дуглас Кинн, скажи ему, что он должен мне подыграть. Ты сможешь его убедить скорее, чем я. А я ненадолго пойду к Полу Дрейку. Глава четырнадцатая В конторе Дрейка Пэрри Мэйсон уселся к столу и сказал. — Пол, я хочу, чтобы ты отправил свободных людей в агентство по продаже автомобилей и узнал, не была ли недавно новая машина продана Отсону Кламмерту. — Отсон Кламмерт? — повторил Дрейк. — Где к дьяволу я слышал это имя? — А, вспомнил. Это тот, у которого общий сейф с Чарльзом Эштоном. — Думаю, полиция в тот сейф уже наведалась, — сказал Мэйсон. — Да, он оказался абсолютно пустым. Нашли только банковские упаковки из-под денег. Эштон, очевидно, взял банкноты и оставил обертки. — Эштон или Кламмерт? — спросил Мэйсон. — Эштон. Банковские документы показывают, что Кламмерт ни разу не пользовался сейфом. Он только имя, записанное на карточке. — Как считает полиция? Сколько денег было взято из сейфа? — Они не знают. Много. Служащие видели, как Эштон засовывал в чемодан пачки банкнот. — Ты проверил аварию, в которую попал Лекстер? — Да. Он налетел на телеграфный столб, как и сказал. Из-за угла на него выскочил пьяный шофер. — Есть свидетели? — Да, несколько человек слышали треск. — Их имена записаны? — Да. Они видели следы там, где Лекстер затормозил. Говорят, что он был на своей стороне дороги. Он казался возбужденным, но был абсолютно трезв. — Где он был до этого? — Это я уточняю, Перри. Когда с ним говорили полицейские, они расследовали смерть Питера Лекстера, а позднее смерть Чарльза Эштона. У Сэма отличное алиби касательно Привратника. Он уехал из дома около девяти и не возвращался. Эштона убили между десятью и одиннадцатью, а потом допрашивали Шастера. Он дает Лекстеру алиби. — Вот как? — Да, Дрейк кивнул. Шастер утверждает, что Лекстер был у него в конторе. — О чем они говорили? Шастер отказывается сообщить. — Очень милое алиби, — презрительно сказал Мэйсон. — Постой, Перри, оно, кажется, подтверждается. — Каким образом? — Джим Брэндон, шофер. Он был с Лекстером, отвез его в контору Шастера. Около одиннадцати Лекстер велел Брэндон уехать домой. Сказал, что сам приедет позже. Брэндон уехал на зеленом Поккарде. Тогда-то он и видел кино, вскоре после одиннадцати. Мэйсон начал шагать взад-вперед. Большие пальцы уцепились за проймы жилета. Голова склонилась вперед. Наконец он сказал тихим голосом человека, который думает вслух. — Значит, Лекстер выехал из дома с Брэндоном на зеленом Поккарде, а вернулся на Эштоновом Шевроле. Как же, черт подери, он подцепил этот Шевроле. Вот это мысль. Дрейк напрягся. Пол, отправь-ка людей в дом, где жила Эдит Дево. Пусть поговорят со всеми жильцами. Не заметил ли кто из них эту машину перед домом? Дрейк придвинул к себе бумагу и записал для памяти. — Человек, который убил Эштона, — сказал детектив, — сделал это между десятью и одиннадцатью. Потом он должен был взять костыль Эштона и распилить его на куски. Потом он должен был поехать к Эдит Дево. Что ж, если Сэм Лекстер может доказать, что он был в конторе Шастера, если Брэндон видел, как Дуглас Кин нес кота, где же был костыль Эштона, — перебил Мэйсон. Дуглас Кин его не нес. — Это так, — задумчиво кивнул Дрейк. Но Кин, конечно, мог выкинуть костыль в окно, ведь оно было всегда открыто для кота, а потом приехать на машине и подобрать его. — Говорю тебе, Перри, ты попал в хорошенькую историю. Если Кин не явится, ты окажешься в луже. Если же явится, его могут повесить, несмотря на все, что ты сделаешь. Зазвонил телефон. Дрейк ответил и сказал, — Это тебя, Перри. Звонила Делла Стрит. Голос ее звучал взволнованно. — Скорее возвращайся, шеф. Я только что говорила с Кином. — Где он? — спросил Мэйсон. — Он звонил из автомата. Скоро позвонит снова. — Узнай, откуда он звонил, Полт, — сказал Мэйсон. — Быстро. А мне пора двигаться отсюда. Он выскочил на улицу, поднялся по лестнице к своей конторе и побежал по коридору. — Он собирается сдаваться? — спросил он Деллу Стрит, врываясь в приемную. — Думаю, да. Он казался мрачным, но в полном порядке. — Ты его убедила? Я ему сказала правду, что ты делаешь для него все возможное, что он просто не имеет права предать тебя. Что он ответил? Посетовал, как скверно, когда мужчина делает то, чего от него требует женщина. — Ах вы женщины! — простонал Мэйсон. Зазвонил телефон. — Минутку, — остановила Мэйсона Делла. — Знаешь, кто дежурит на улице возле конторы? — Кто? — Наш дружок, сержант Голкомп. Мэйсон нахмурился. Телефон позвонил снова. — Это серьезно? — спросила она. — Да. Они пытаются его арестовать до того, как он отдастся в их руки, и скажут, что он скрывается от закона. — Алло, это Дуглас Кин, мистер Мэйсон. Где вы сейчас? — На углу Паркова и седьмой. Часы у вас есть? — Да. — Сколько на них? — Без тринадцати минут одиннадцать. — Еще точнее, до секунд. Скажем, двенадцать минут тридцать секунд до одиннадцати. — Я вам сообщу, когда у меня будет ровно без одиннадцати одиннадцать, — сказал Кин. — Только точно, — попросил Мэйсон, — потому что... — Без одиннадцати, — перебил Дуглас Кин. — Так, — сказал Мэйсон, глядя на свои часы. — Ваши отстают на двадцать пять секунд от моих, но не переставляйте стрелки, я подведу свои. — Слушайте, полицейские пошлют за мной хвост, когда я отсюда выйду, в надежде, что я приведу их к вам. — Идите к моей конторе и остановитесь на углу седьмой. Знаете это место? — Да. — Ровно в десять минут двенадцатого выйдите из-за угла и вскочите в первый же трамвай, идущий по седьмой улице. Оплатите проезд, но в вагон не проходите. Стойте возле кондуктора. Я буду рядом с трамваем, но не заговорю с вами и не подам виду, что вас знаю. Следом поедет девушка в открытой машине с откидным верхом. Она будет ехать на той же скорости. Потом она вырвется вперед, и когда я крикну «прыгай», вы прыгнете на открытое сидение. Сможете? — Конечно, смогу. — Отлично, Дуглас. Могу я на вас положиться? — Можете. Голос молодого человека освободился от угрюмых ноток. — Отлично, — повторил Мэйсон. — Помните, в десять минут двенадцатого. Он повесил трубку, схватил шляпу и сказал Делли Стрит. — Ты все слышала? Сможешь? Делли Стрит уже надевала шляпку перед зеркалом. — А как? — спросила она. — Я выхожу первая? — Нет, первый я. — А не хочешь, чтобы я вела машину, пока ты доедешь до угла? — Верно. Голком будет следить за мной. Если я сяду в машину, и он сядет. Его машина стоит где-то рядом. Если он подумает, что я иду пешком, он пойдет за мной пешком. — А что, если ты сядешь в трамвай? — Не знаю. Сколько на твоих часах? — Я их уже сверила по твоим. — Умница. Пошли. Мэйсон пробежал по коридору, вскочил в лифт, и ему удалось, когда он вышел из вестибюля, прикинуться, что он просто гуляет. Движение было сильное. Мэйсон несколько раз предусмотрительно оглянулся, но не увидел сержанта Голкомба. Однако он знал, что сержант следит за ним. Мэйсон прошел полквартала, остановился у магазина, посмотрел на часы, нахмурился и принялся рассматривать витрину, делая вид, что убивает время. Через минуту он снова взглянул на часы и повернулся лицом к улице. Он сделал несколько шагов, закурил, бросил сигарету и посмотрел на часы в третий раз. Прямо против того места, где стоял Мэйсон, был островок безопасности. Мэйсон небрежно пошел к перекрестку, словно ему нужно было убить еще несколько минут. Его часы показывали 10 минут 12. Мэйсон наблюдал за светофором. На углу появился трамвай. Светофор преградил ему путь. Мэйсон сделал вид, будто собирается перейти улицу, потом, как бы передумав, в нерешительности остановился. Огни светофора переменились. Вагоновожатый позвонил и поехал через перекресток. Когда трамвай проезжал мимо него, Мэйсон посмотрел на заднюю площадку. Дуглас Кин стоял рядом с кондуктором. Мэйсон услышал топот. Сержант Голком бежал к трамваю. Делла Стрит в открытой машине Мэйсона ехала позади трамвая, задерживая поток машин. Как только Голком взобрался в трамвай, Делла подала машину вперед. Откидное сидение оказалось как раз перед Кином. «Прыгай!» – закричал Мэйсон. Кин прыгнул на откидное сидение, приземлился на подушке, уцепившись за верх машины. Мэйсон вскочил на подножку. Сержант Голком, который опускал плату за проезд в кассу возле кондуктора, закричал. «Стойте! Вы арестованы!» «Быстрее, Делла», – скомандовал Мэйсон. «Раскочи перед носом у трамвая». Делла дала газ, и машина дернулась вперед. Мэйсон перекинул ногу и оказался у откидного сидения. «В полицейский участок», – сказал он Делли. Делла Стрит даже не удосужилась кивнуть. Она срезала угол, регулировщик засвистел, но она уже проехала полквартала. Правой рукой она нажимала на сигнал, а левой вела машину. Не обращая внимания на поток машин, Мэйсон сосредоточился на Дугласе Кине. «Рассказывайте», – сказал он, – «и не тратьте слов даром. Наклонитесь к моему уху и кричите. Я не должен упустить ни одного слова. Скажите мне главное». Мне позвонила Эдит Дево. Она уже говорила мне, что видела, как Сэм накачивал угарный газ в батарею. Она просила меня приехать к ней сейчас же. Сказала, что произошло что-то важное. Я поехал. Позвонил у двери. Ответа не было. Но как раз выходил управляющий. Он открыл дверь и я вошел. Но он меня остановил и спросил, кто я такой и куда иду. Я сказал. Он поколебался, потом пропустил меня. Я прошел по коридору к комнате Эдит Дево. Она лежала на полу. Рядом была дубинка. «Да-да», – перебил Мэйсон. «Это не важно. Что дальше?» Я поехал прямо домой. Кто-то уже побывал там. Один из моих костюмов был закапан кровью. Я сразу и не заметил. «Это было после того, как вы отвезли кота у Инфред?» «Да. От нее я поехал к себе. Там мне передали просьбу Эдит Дево приехать к ней». «И к Эдит вы поехали из своей квартиры. Именно так. Много ли времени прошло, пока вы заметили, что ваш костюм запачкан кровью?» «Нет, не очень». «Что вы тогда сделали?» «Это был какой-то кошмар. Я пытался отмыть пятна, но не смог». «Почему вы не вызвали полицию, когда увидели, что Эдит Дево была убита?» «Я просто голову потерял. Испугался, что во всем обвинят меня. Я очень испугался и попросту убежал. Потом, когда я увидел, что весь костюм испачкан кровью... О, это был кошмар!» «Это вы убили Эштона?» «Конечно, нет. Я его даже не видел». «Вы поехали туда за котом?» «Да». «Вы были в комнате Эштона?» «Да». «Вы что-то искали?» Кин заколебался. Делла Стрит резко повернула машину, чтобы избежать столкновения с грузовиком. Машина вышла из повиновения и задела телеграфный столб. Делла Стрит боролась с рулевым управлением. Пока Делла пыталась овладеть машиной, Мейсон бросил рассеянный взгляд на мостовую, наклонился к уху Дугласа и спросил, «Что вы искали, пока были в комнате?» Кин колебался. «Ну, отвечайте же». «Да, искал». «Что?» «Вещественное доказательство». «Доказательство чего?» «Не знаю. Было что-то странное в том, как Эштон тратил деньги. Джим Брэндон говорил, что у него в костыле бриллианты. Вы были в перчатках или оставили отпечатки?» «Должно быть, оставил». «Слушайте, Кин, А Эштон-то там был. Он был уже мертв. Не скрываете ли вы чего?» «Нет», — сказал Кин. «Не было его. Я правду говорю». «Вы ушли до того, как он появился?» «Это правда, мистер Мейсон. Помогите мне». Делла Стрита владела машиной. Перекрестки так и пролетали мимо. Она затормозила перед поворотом. «Никому не рассказывайте того, что рассказали мне», — предупредил Мейсон. «Сейчас вы сдадитесь полиции. Говорите только при мне, иначе отказываетесь от показаний. Это нужно, чтобы не подвести Уинфред. Если вы хоть слово скажете, вы ее втянете. Сможете вы ради нее помолчать?» Юноша кивнул. Машину занесло на повороте, взвизгнули тормоза, и они остановились перед полицейским участком. Мейсон схватил Кина за руку и потащил его из машины вверх по ступенькам. Когда он распахнул дверь, сержант Голкомп соскочил с подножки трамвая на мостовую и, держа в правой руке пистолет, помчался к входу в участок. Мейсон проволок Кина по коридору к двери с табличкой «Отдел убийств», распахнул ее и небрежно сказал сидящему за столом человеку. «Это Дуглас Кин!» Он явился отдать себя в руки полиции. Дверь распахнулась. Сержант Голкомп ворвался в комнату. «На этот раз вы мне попались!» Сказал он Мейсону. «На чем удивился Мейсон?» «На попытке к сопротивлению при аресте!» Я не сопротивлялся аресту. «Я пытался арестовать этого человека, а вы увели его от меня!» «И не важно, что вы привели его в участок. Я арестовал его до того!» «Человека нельзя арестовать!» Сказал Мейсон. «Если он не взят под стражу. После того, как его взяли, он может бежать. Но человек не арестован, пока он не под стражей. Но вы ему помогали сопротивляться, так что я не мог осуществить арест! Вы за это ответите!» «Одно вы проглядели, сержант!» Улыбнулся Мейсон. «Любой гражданин может арестовать преступника, если у него есть основания подозревать, что тот нарушил закон. Дугласа Кина арестовал я!» Сержант Голкомп убрал пистолет в кобуру. Человек за столом сказал. «Ладно уж, сержант, Мейсон сдал его!» Сержант Голкомп без единого слова повернулся и пинком открыл дверь. В комнату ворвался газетный репортер. Он схватил Мейсона за руку. «Могу я взять интервью у Кина?» спросил он. «Конечно!» Разрешил Мейсон. «Я вам слово в слово скажу то же, что и Дуглас. Он скажет, что стоит поразительно прекрасная погода для этого времени года. И это все, дорогой мой. Абсолютно все!» Глава пятнадцатая Делла Стрит вела машину, а Мейсон посмеивался. «Поверни налево на пятую улицу, Делла, и поезжай прямо на вокзал». «На вокзал?» переспросила она. «В конторе слишком жарко. Масса репортеров, полицейских, детективов, прокуроров и прочее. Мне нужен телефон. Я пойду на вокзал, пока ты укладываешь вещи». Она искусно объехала неосторожно переходившего улицу пешехода и взглянула на Мейсона из-под лобья. «Что ты хочешь сказать? Какие вещи?» «Пару чемоданов», — пояснил он. «Легкий саквояж, если он у тебя есть». «У меня он есть». «Все твои нарядные платья. Мы остановимся в дорогом отеле, и я хочу, чтобы ты хорошо выглядела. Надо же сыграть роль». «Какова же будет моя роль?» «Роль невесты». «А как же муж?» спросила она, тормозя перед светофором. «Он там только покажется, а потом его срочно вызовут в город, прервав медовый месяц». Теперь она смотрела на него спокойными глазами, в которых плясал озорной огонек. «Кто же будет этот муж?» «Вообще-то я не привык к свадебным путешествиям. Но я сделаю все, чтобы сыграть роль застенчивого жениха на те несколько минут, что мы будем регистрироваться в отеле. А тут меня как раз вызовут в город по неотложному делу». Ее глаза задержались на его профиле. Впереди огни светофора менялись с красного на желтый, с желтого на зеленый. Протестующий хор автомобильных сирен привел Деллу в чувство. Голос ее дрогнул. «Можно поверить, что ты сыграешь роль хорошо, но естественно ли для молодожена так внезапно прерывать медовый месяц?» Рев сирен привлек ее внимание к тому, что поток машин справа промчался мимо, а поток слева задерживает она. «Ах, да», — сказала она насмешливо. «Откуда же этим несчастным позади знать, что я невеста, начинающая свадебное путешествие?» Делла дала газ и помчалась через перекресток с такой скоростью, что проехала полквартала, прежде чем протестующие водители позади осознали, что причина их задержки ликвидирована. Мэйсон зажег сигарету, предложил Делле. Она взяла ее, он раскурил для себя другую. «Извини меня, Делла», — сказал он, «но ты единственная моя знакомая, которой я могу доверять». «Во время свадебного путешествия?» — сухо спросила она. «Во время свадебного путешествия», — бесстрастно ответил он. Делла яростно вцепилась в руль, шины заскрипели, машина скользнула направо к стоянке возле вокзала. «Вовсе не обязательно по дороге собирать квитанции штрафов за нарушения», — заметил он. «Заткнись», — огрызнулась она. «Я просто хочу собраться с мыслями, к чертям твоей квитанции». Она снизила скорость, осторожно проехала по улице, тщательно избегая столкновений со встречными машинами, и подъехала к стоянке перед вокзалом. «Я найду тебя здесь?» — спросила она. «Да», — сказал он. «И побольше багажа». «Как скажешь, шеф». Он вышел из машины, обошел ее и остановился на тротуаре, сняв шляпу. Делла сидела очень прямо. Юбку она приподняла, чтобы свободнее было управлять машиной, и ноги ее соблазнительно приоткрылись. Подбородок вздернулся, взгляд стал вызывающим. «Что-нибудь еще?» — улыбнулась она ему. «Да», — сказал он. «Порепетируй роль невесты в свадебном путешествии и перестань называть меня шефом». «Отлично, дорогой», — сказала она и прижалась к его губам своими. Прежде чем он опомнился, Делла отъехала, машина просвистела точно пуля, а Перри Мэйсон остался стоять на тротуаре, моргая в удивлении. На его губах виднелись следы помады. Мэйсон услышал, как хихикнул мальчишка-газетчик. Адвокат коротко усмехнулся, вытер губы и устремился к телефонной будке. Он позвонил у Инфред. «Порядок, у Инфред», — сказал он. «Ваш друг оказался молодцом. Я так и знал». «То есть, он на вас вышел?» «Он в тюрьме». Она перевела дыхание. «И он там не задержится», — пообещал ей Мэйсон. «Не пытайтесь меня найти. В конторе меня не будет. Я вам позвоню, как только появятся новости. Не делайте никаких заявлений прессе, когда к вам начнут приставать репортеры. Захотят вас фотографировать? Позируйте из-за стойки или перед ней. «Если будете себя вести правильно, вашему заведению гарантирована прекрасная реклама». «Реклама?» — презрительно воскликнула она. «Мне нужен Дуглас. Я хочу его видеть». «Нельзя. Если вас пропустят к нему, он будет говорить. А этого не нужно». «А может, вас и не пропустят. Думаю, что теперь я скоро все выясню». «Вы ведь не думаете, что Дуглас виновен, правда?» «Молот еще. Вот и потерял голову. Не осуждайте его. Все было подстроено». «Подстроено?» «Конечно. Можно мне на вас сослаться в случае, если... Ну, знаете...» «Нет, нельзя. Следующие 48 часов думайте только о вафлях. До свидания. Я спешу на поезд». Он повесил трубку. Мейсон опустил еще монетку и набрал номер агентства Дрейка. Трубку взял сам Дрейк. «Масса новостей для тебя, Перри», — сказал он. «Хочешь все узнать по телефону?» «Стреляй». Была игра в покер в том доме, где убитая Дид Дево. Игра шла на том же этаже. «Ну так что?» Один из игроков, прочитав об этом убийстве, счел своим долгом сообщить полиции о партии в покер и о таинственном джентльмене, который встрял в игру, говоря, что живет в соседней квартире. Как раз в это время явилась полиция, и у этого человека есть мысль, что тот тип связан с преступлением. Полицейские предъявили ему ряд фотографий, а когда он описал того типа, показали ему вашу фотографию. И он вас немедленно опознал. «Мораль всей истории», — сказал Мэйсон, — «не играй в карты с незнакомыми». «Ну и как полицейские? Приняли это всерьез?» «Кажется, да. Сержант Голком весьма насторожился. Ты что, Перри, в самом деле там шлялся?» «Ну не могу же я все время сидеть в кабинете», — усмехнулся Мэйсон. «Это было после окончания рабочего дня». «Мда...» «Но есть еще забавная подробность. Этот тип опознал другую фотографию — Сэма Лекстера. Говорит, что видел Сэма в коридоре примерно в 11.15. Ему устроили очную ставку с Сэмом, и он сразу его узнал. «А что говорит сам Сэм?» «Ничего. Говорит только Шастер. Утверждает, что тот мужчина был пьян, что освещение в вестибюле плохое, что Сэма и близко не было, что Дуглас Кин похож на Сэма Лекстера, что тот мужчина тот человек видел кино, что тот был без очков и что он просто лгун». «Это все, что он сказал?» — усмехнулся Мэйсон. «Да. Но дай ему время, и он что-нибудь еще придумает». «Непременно. Сэма не арестовали?» «Его допрашивают у окружного прокурора». «Без Шастера?» «Естественно». И Сэм молчит. «А не знают, когда была убита Эдит Дево?» — спросил Мэйсон. «Нет. Она была мертва, когда прибыла скорая. У нее был проломлен череп. Смерть наступила незадолго до приезда скорой. Но когда был нанесен удар, это другой вопрос. Она могла умереть мгновенно. Могла пролежать час или два без сознания. О свадьбе полиция знает. Есть показания Милтона, и Оуфли рассказал им все. Венчание происходило около десяти. Игроки в покер пришли к ним и приняли участие в праздновании. Они находились там 15-20 минут. Потом ушли. Оуфли говорит, что ушел без десяти одиннадцать. «Как-то странно, что Оуфли оставил ее через час после церемонии», — заметил Мэйсон. «Оуфли чист», — сказал Дрейк. «Полицейские проверили его версию. Он приехал домой минут в пять-десять двенадцатого. Это дает ему полное алиби в убийстве Эштона. Эштона убили ровно в десять-тридцать. Четыре или пять человек могут показать, что Оуфли был в квартире Эдит Дево, по крайней мере, до десяти-двадцати, и один человек видел, как он выходил из дома за несколько минут до одиннадцати. Экономка видела, что он явился домой в десять минут двенадцатого. Мог Оуфли ударить Эдит Дево по голове перед уходом? Нет. В одиннадцать она была жива. Она постучала к соседям, которые играли в покер, и попросила спичек. «Любой мог войти в квартиру к Эдит Дево в тот вечер», — задумчиво сказал Мэйсон. «У нее даже прием мог быть». «Естественно», — сказал Дрейк. «А если учесть то, что она рассказала о Сэме Лекстере, для Сэма все выглядит скверно. Единственное его алиби — то, что он находился в конторе Шастера, когда был убит Эштон». Теперь выяснилось, что Шастер перепугался, когда Бергер отдал распоряжение эксгумировать тело Питера Лекстера, так что позвонил Сэму и вызвал его к себе в контору. «А насчет того «Шевроле» что-нибудь выяснилось?» — спросил Мэйсон. «Не могу доказать, что это тот самый «Шевроле», — сказал Дрейк. Но человека два заметили старой «Шеви» перед домом, где жила Эдит Дево около одиннадцати. Один свидетель вспомнил, что за ним как раз стоял новенький Бьюик, и он запомнил машины по контрасту. «Не мог бы ты добиться, чтобы полиция спросила Сэма Лекстера, как случилось, что он выехал из дома в зеленом Паккарде, а вернулся в «Шевроле» привратника?» «Я уже пытался, это бесполезно». Лекстер молчит. Он делает таинственные намеки на какую-то замужнюю женщину, с которой он провел часок после того, как уехал от Шастера. Он не желает портить ее репутацию. Мэйсон от души рассмеялся. «Господи, неужели Шастер еще не протер до дыр этого алиби? Им пользуются все его клиенты последние десять лет». «Иногда у присяжных это проходит», — напомнил Дрейк. «Но в любом случае это может облегчить участь Дугласа Кина, если ты правильно этим воспользуешься». «Воспользуюсь», — мрачно пообещал ему Мэйсон. «А как машина Кламмерта? Что-нибудь нашли?» «Кое-что. Я обнаружил, что Уотсон Кламмерт купил Бьюик-седан. Его номер ZD44. Номер двигателя я не узнал. Модель 35. Есть описание внешности этого человека?» «Нет, но я над этим работаю». «Хватит работы. Бросьте Уотсона Кламмерта. Собери своих людей и прекрати расследование. Ты отлично поработал, Пол. Теперь можешь немного поспать». «То есть тебе больше ничего не нужно?» «Ничего. Для тебя дело закончено. Дальнейшее расследование только вызовет тревогу». «Ну что ж, ты свое дело знаешь, Перри», — неспеша сказал Дрейк. «Да, вот еще. Я узнал в управлении, полиция собирается провести предварительный допрос Дугласа Кина, и они хотят вызвать Сэма Лекстера как свидетеля. Они его спросят, где он был во время убийства. Лекстеру придется выбирать, назвать женщину или сесть в тюрьму за неуважение к суду. «При данных обстоятельствах он, вероятно, отправится в тюрьму за неуважение к суду и вызовет сочувствие прессы», — сказал Мэйсон. «Еще что-нибудь?» «Эштон замешан во всяких делишках», — сообщил Дрейк. «Полицейские начинают думать, что его уличили в присвоении денег Лекстера. Это значит для тебя что-нибудь?» «Еще бы, конечно. Это все меняет. Все дело теперь вращается вокруг Эштона», — ответил Мэйсон. Пол Дрейк задал еще какой-то вопрос, но адвокат притворился, будто не слышит, и сказал «Но я пошел на поезд, Пол!» «Пока!» Он повесил трубку, взглянул на часы и направился к ближайшему киоску, где продавали товары в дорогу. Купил несколько сумок и предметов туалета, потом пошел на телеграфы и отправил телеграмму, адресованную Отсону Кламерту, в отель Билтмор, Санта-Барбара. Ваши нью-йоркские партнеры междугородному телефону советуют новую отрасль. Предложенная вами прежде погибла, ТЧК. Вам совершенно обязательно быть как можно скорее, ТЧК. Пожалуйста, закажите самолет из Санта-Барбары в Лос-Анджелес, и там первый трансконтинентальный самолет «Восток». «Лучше скрыть поездку от противника. Билеты приобретайте вымышленным именем. Ждут вашего прибытия». Без колебаний Мэйсон подписал телеграмму именем юридической фирмы, пользующейся высокой финансовой и политической репутацией, ведущей только выгодные дела по утверждению завещаний. Заплатил за телеграмму и проследил, чтобы ее отправили. Взглянул на часы, потянулся, зевнул и снова пошел к телефонной будке. Нашел в справочнике телефонный адрес конторы Гамильтона Бергера, позвонил в телефонную компанию и сказал «Прошу вас, я хочу отправить телеграмму». «Кому телеграмма?» – спросил женский голос. «Тельми пиксли, Ист Вашингтон Стрит, 3824». «Текст телеграммы?» «Ваши личные качества и способности понравились. Ввиду того, что недавно случилось, вы, возможно, останетесь без работы. Я бы хотел, чтобы вы работали у меня. Я холостяк, платить буду хорошо и относиться с уважением. Пожалуйста, приходите ко мне в контору с этой телеграммой, и мы обсудим условия». «Какая подпись?» – поинтересовался деловой женский голос. «Гамильтон Бергер». «Номер вашего телефона и адрес?» «Телефон 96-949, адрес Уэст Лейксайт, 32-97». «Благодарю вас, мистер Бергер», – ответил голос. Мэйсон повесил трубку, вышел из будки и остановился у главного входа на вокзал. Там он курил, пока Дейла Стрит не поставила машину рядом. Тогда Мэйсон сделал знак носильщику в красной кепке. Носильщик взял багаж, с трудом разместив его на сиденье. Мэйсон сказал Делли. «Теперь я хочу купить новый Бьюик-седан. Сначала остановимся у банка, и я возьму деньги». Вид у Деллы был свежий и деловой. Не было и намека на роль невесты, которую она начала играть при выезде с вокзала. «Окей, шеф», – сказала она. Мэйсон слегка улыбнулся, но промолчал. Она врезалась в гущу машины, притормозила лишь у банка. Мэйсон взглянул на часы, достаточно ли времени до закрытия банка. Потом попросил. «Встань у пожарного крана, Делла, я только выпишу чек». Он взял чек на 3000 долларов, положил его в карман, а когда снова сел в машину, сказал. «Нам нужно агентство по продаже Бьюиков, подальше от деловой части. Вот список». «Вот это нам подойдет». Мэйсон откинулся назад и закурил. Делла молча вела машину. «Здесь?» – спросила она. «Да». «Мне войти?» «Нет, останься в машине. Другую я поведу сам». Мэйсон вошел в агентство по продаже автомобилей. Ему навстречу заспешил учтивый продавец. «Интересуетесь новыми моделями?» – улыбнулся он. «Я хочу купить Бьюик Седан 35. Сколько он стоит?» Продавец достал из кармана блокнот, уточнил стоимость. «Если нужна демонстрация модели?» Он умолк в удивлении, видя, что Мэйсон достает бумажник и отсчитывает деньги. «Я хотел бы купить образцовую модель», – сказал он. Продавец перевел дыхание. «Да, я сейчас подготовлю документы. На чье имя?» «Кламмерт». «Отсен Кламмерт», – сказал Мэйсон. «Я спешу, мне нужно удостоверение или что там полагается». Через 15 минут Мэйсон выехал на новенькой машине из боковых ворот агентства. Он сделал едва заметный знак «Дели-стрит», и она поехала за ним. Проехав квартал, Мэйсон остановился и перегрузил багаж из открытой машины в Бьюик Седан. «Теперь», – сказал он, – «притормозим у первого же гаража и оставим открытую машину. Поедешь на Бьюике, а я на той». «Когда начнется свадебное путешествие?» – спросила она. «Как только я из гаража выйду», – улыбнулся он. «Ты хочешь настоящего свадебного путешествия?» Он резко вскинул на нее взгляд. «Я хочу сказать, глаза ее приобрели самое невинное выражение. Тебе нужно, чтобы было похоже на настоящее свадебное путешествие?» «Конечно». Она кивнула и усмехнулась. Мэйсон поехал по улице, потом завернул в гараж. Через несколько минут он вышел оттуда, засовывая в карман квитанцию. «Следующий пункт нашего свадебного путешествия», – объявил он, – «Билтмор в Санта-Барбаре». «Ты отныне миссис Отцент-Кламмерт. Дальнейшие указания я дам по дороге. И ты должна выжать из машины все, на что она способна». «Практиковалась в скоростной езде?» «В этом году нет». «Значит, надо воспользоваться случаем». Он откинулся на подушке. «Да, дорогой», – сказала она. И нажала на акселератор так, что от бешеного рывка у Мэйсона чуть не отскочила голова. Глава шестнадцатая Ловкие коридорные проворно разгружали новенький Бьюик. Солнце склонялось в Тихий океан, высвечивало силуэты пальм, и они чернели на фоне золота океана и глубокой голубизны небес. Роскошный отель, казалось, сохранил спокойную торжественность времен испанских завоевателей. «Идеальное местечко для медового месяца», – заметил Мэйсон, сопровождая Деллу в отель. Мэйсон подошел к конторке. Клерк вручил ему регистрационный лист и авторучку. Мэйсон записал имя – Отсант Кламмер. И тут же вздрогнул от восклицания позади и хихиканья. Он оглянулся. Делла Стрит вытрясла из своего жилета целый каскад риса прямо на пол. Клерк улыбнулся. Мэйсон, видимо, ужасно смутился, но Делла озорно подмигнула ему, и он вздохнул, поворачиваясь к улыбающемуся клерку. Клерк взглянул на листок, увидел имя и повернулся к ящику под конторкой. «Вам телеграммы, мистер Кламмерт», – сказал он. Мэйсон нахмурился и распечатал телеграмму. Подошла Делла Стрит, обхватила рукой его шею и уткнулась щекой в плечо. Прочитав телеграмму, она вскрикнула. Мэйсон застонал от досады. «Но ты не поедешь, дорогой», – протестовала Делла. «Конечно, нет», – сказал он. «Я бы не поехал, но...» «Вечные эти дела!» Она готова была расплакаться. Клерка коридорная изучали табло. «В любом случае», – сказал Мэйсон клерку, – «Мы пройдем в наш номер». И он направился к лифту. «Но вы не сказали, что вам нужно», – окликнул его клерк. «У нас есть...» «Самый лучший номер», – рявкнул Мэйсон. «И быстро!» «Да, мистер Кламмерт», – клерк вручил ключ коридорному. В ожидании лифта Делла Стрит начала плакать. «Я знаю, ты поедешь», – рыдала она в платочек. Мэйсон выпрямился и нахмурился. Он бросил взгляд на свою багажную сумку. Из нее торчал старый башмак. «Как?», – удивился он. «Какого дьявола?» Делла продолжала всхлипывать в платочек. Перед ними остановился лифт. Отворилась дверь. Мэйсон с Деллой вошли в сопровождении коридорного. Через пять минут они уже располагались в угловом номере с видом на спокойное синее море. «Дьяволенок», – сказал Мэйсон, как только закрылась дверь. «Что это за суматоха с рисом?» «А башмак зачем?» Глаза ее были абсолютно невинны. «Я думала, ты хочешь, чтобы все выглядело убедительно», – сказала она. «Надо же было что-то сделать». «Ты-то не больно похож на жениха. Никакой любви ко мне не продемонстрировал». «Женихи не целуют невест в вестибюлях отелей», – возразил он. «А ты что, в самом деле плакала?» «Была очень похожа». Делла Стрит проигнорировала его вопрос. «Видишь ли, я ни разу не была замужем. Я знаю лишь то, что читала и что рассказывали мне подруги. Что мы теперь будем делать? Пойдем под ручку любоваться закатом?» Мэйсон схватил ее за плечи и слегка встряхнул. «Хватит тебе дурачиться, дьяволенок! Перестань! Ты помнишь свою роль?» «Конечно!» Мэйсон открыл чемодан, достал луковицу. Он с серьезным видом разрезал ее пополам, протянул половинку Делли и сказал. «Понюхай!» Она скорчила гримасу отвращения, но провела луковицы перед глазами и под носом. Мэйсон, стоя у телефона, наблюдал за действием луковицы. Делла Стрит бросила ее и достала платок. Мэйсон снял трубку и попросил. «Дайте клерка администратора!» Делла подошла и уткнулась ему в плечо. Слышны были ее всхлипывания. Мэйсон сказал, услышав голос клерка. «Говорит Уотсон Кламмерт, мне нужно немедленно в аэропорт. Вы можете устроить, чтобы меня доставили туда?» «Хорошо», — сказал клерк. «Мистер Кламмерт, вы случайно забыли у меня на стойке свою телеграмму. Я велю коридорному ее принести». «Хорошо», — согласился Мэйсон. «Он заодно захватит вниз мой багаж. Я хочу выехать через десять минут. Это можно?» «Постараюсь», — пообещал клерк. Делла Стрит терла покрасневшие глаза. «Кончился медовый месяц», — всхлипывала она. «Я так и знала, что ты поедешь. Не любишь ты меня!» «Прибереги слезы для вестибюля», — улыбнулся ей Мэйсон. «Да, откуда ты знаешь, что я не всерьез?» — спросила она. Он выглядел ошеломленным. Подошел ближе, постоял, глядя на стройную, плачущую девушку. «Дьяволенок», — сказал он, отнимая ее руки от лица. Она смотрела на него с улыбкой, но по щекам текли слезы. Взгляд Мэйсона выражал полнейшее недоумение. «Луковые слезы», — усмехнулась она. В дверь постучали. Мэйсон кинулся открывать. Мальчик вручил ему сложенную телеграмму и спросил. «У вас багаж будет?» Мэйсон указал на чемоданы. Мальчик взял их. Мэйсон и Делла пошли следом за ним в вестибюль. Делли-стрит удавалось производить впечатление молодой женщины, которая только что плакала. Которая сильно обижена и рассержена, и которой наплевать на публику. С высокомерным видом смотрела она на клерка. Клерк отвел глаза от ее зареванного лица. Она повернулась к мальчику, и его легкая улыбка увяла. «Дорогая, помни о машине», — сказал Перри Мэйсон. «Ты любишь гнать. Но эта новая машина не ездит слишком быстро». «Да, дорогой», — сказала Делла-стрит. «И помни, если кто-нибудь позвонит, не говори, что меня нет. Скажи, что я не могу подойти к телефону, что у меня грипп, что я играю в поло. Все, что угодно, только не говори, что я уехал». «Да, дорогой». «А я вернусь, как только смогу. Мне не придется быть в Нью-Йорке больше двух часов». Делла отвернулась и промолчала. Вошел шофер такси. Клерк кивнул Перри Мэйсону. «Все устроено, мистер Кламмерт». «Вот это обслуживание», — откликнулся адвокат. Мэйсон кивнул мальчику, пошел к двери, неловко обернулся и сказал Делли-стрит. «До свидания, дорогая». Она кинулась к Мэйсону с распростертыми объятиями, обхватила за шею, нагнула его голову и неистово прижалась к нему. Губы ее нашли его губы и приникли к ним в долгом поцелуе. Когда девушка отпустила его, лицо Перри Мэйсона выражало растерянность. Он быстро придвинулся к ней. «Делла», — сказал он, — «ты». Она оттолкнула его со словами. «Поспеши, Уотсон, чтобы успеть на самолет. Ты же знаешь, как важно попасть в Нью-Йорк». С минуту Мэйсон стоял в нерешительности, затем повернулся и пошел через гостиничный вестибюль. Делла-стрит прижала к глазам платок и нетвердой походкой отправилась к лифту. Клерк пожал плечами. В конце концов, это его не касается. Он здесь на службе. Клиент заказал билет на самолет, а Клерк проследил, чтобы все было устроено. Глава семнадцатая Делла-стрит вбежала в вестибюль отеля. «Ой!» — кричала она. «Ой-ой-ой!» Клерк взглянул на нее, вышел из-за стойки. «Что случилось, миссис Кламерт? Не самолет? Быть не может, чтобы что-то с самолетом!» Она прижала кулаки к губам, покачала головой, глаза ее расширились. Дважды она пыталась заговорить и оба раза только глубоко вздыхала. «Машина!» — наконец произнесла она. «Машина?» «Да! Новый Бьюик у Отсона! Он так дорог ему!» «Да, я видел», — сказал Клерк. «Очень красивая машина!» «Что же с ней случилось?» «Ее украли!» «Украли отсюда с площадки? Невозможно!» «Да не с площадки! Я проехала немного по дороге, поставила машину и пошла посидеть на берегу. Я, наверное, ключи в ней забыла. Вернулась, а ее нет!» «Но мы ее найдем!» — убежденно сказал Клерк. «Какой номер?» Делла Стрит беспомощно покачала головой. Потом, охваченная внезапным озарением, сказала. «Ой, знаю! Позвоните в автомобильное страховое агентство, за мой счет. Мы застраховали машину несколько дней назад. Они найдут документы. У моего мужа есть полис, но я не знаю, где он. Но вы им можете объяснить, что машина украдена, и они дадут вам номер. И номер двигателя тоже. Все, что вам требуется!» Клерк уже действовал. Он сказал телефонистке. «Дайте мне автомобильное страховое агентство по Междугородной и вызовите шерифа. Лучше сначала агентство». Пальцы телефонистки ловко заработали. «Я доставляю вам столько беспокойства», — сказала Делла Стрит. «Ничуть, миссис Кламерт. Просто жаль, что ваше пребывание здесь омрачено происшествием». Через несколько минут клерк уже держал в руке клочок бумаги, где карандашом был записан номер. «Теперь шерифа», — попросил он телефонистку. Поговорив с шерифом, он сказал Делли Стрит. «Можете быть уверены, машину вам вернут, миссис Кламерт». «Спасибо большое. Я так расстроена. Наверное, я соберу вещи и уеду в Лос-Анджелес, а потом вернусь, когда мой муж приедет. Не хочу я тут быть без него». «Нам очень жаль вас потерять», — сказал клерк. «Но я понимаю ваши чувства, миссис Кламерт». «Да», — решительно заявила Делли Стрит. «Поеду-ка я в Лос-Анджелес». «Куда вам сообщить насчет машины?» Она нахмурилась, потом сказала. «Известите страховое агентство, и адвокаты моего мужа сообщат ему. Я думаю, это не так уж и серьезно, ведь они должны снабдить нас новой машиной». «Ну, вы получите назад свою, миссис Кламерт. Возможно, кто-то просто взял ее, чтобы проехать несколько миль по дороге. Кончится бензин, и он ее оставит на обочине. Или его задержит патруль». «Ладно», — сказала Делла. «Надеюсь, страховое агентство позаботится обо всем». «Вы тут все такие славные. Мне жаль, что я не могу остаться еще, но вы... Вы ведь понимаете?» Клирк заверил ее, что понимает, приготовил счет и проследил, чтобы багаж отправили на вокзал. Перри Мэйсон сидел у себя в конторе и читал почту, когда дверь отворилась, и на пороге появилась Делла Стрит с шляпной картонкой в руке. «А, Делла», — сказал он. «Ну, как там разочарованная невеста?» «Все в порядке, шеф», — холодно сказала она. «Машину ищут». «Да», — сказал Мэйсон. «Я слышал донесения полиции». «Клирк принял такое участие», — сообщила она. «Он помнит этот новый Бьюик, такой красивый, и надеется, что его найдут. «Объясни мне, зачем мы устроили всю эту суматоху?» «Неужели только ради того, чтобы полиция считала машину украденной?» «Разве нельзя было просто по телефону?» Он улыбнулся и перебил ее. «Ты не лишишь меня медового месяца, Делла». «Ты его сам у себя отнял», — резко сказала она. «И потом ты не ответил на мой вопрос». «Я хотел, чтобы у Отсона Кламмерта арестовали», — объяснил он. «Я хотел так устроить арест, чтобы он выглядел профессиональным угонщиком машин. Я не мог этого добиться обычным способом. Я же не могу допустить, чтобы обвинение было выдвинуто против меня самого. И не осмелился бы подписать жалобу фальшивым именем. Моя теория может оказаться неверной. Тогда я не должен оставлять след для полиции или для Кламмерта. Нам нужен был человек, который вызвал бы у полиции сочувствие и готовность помочь, не подписывая заявлений и не оставляя следов». «Отель много значит для Санта-Барбары, и шериф Санта-Барбары пойдет на любое сотрудничество. Но отель Билтмар вряд ли стал бы действовать как кошачья лапа, достающая из огня каштаны, если бы мы не устроили так, что нельзя проверить наши личности. Лучший способ возбудить человеческий интерес — предоставить клерку место в партере и дать ему полюбоваться вашим прерванным романом и посочувствовать вам. «Не объяснишь ли ты мне, что за каштаны ты хочешь достать из огня?» — спросила она. «Не теперь. Ты приехала на поезде?» «Нет. Мой багаж доставили из отеля на станцию, а там я наняла машину, которая довезла меня до дому. Хвостов не было?» «Нет». «Умница! Они спешат с Дугласом Кином. Дело начинается сегодня в два». Конец пятой части. Шестую заключительную часть вы услышите завтра. «Умница! Они спешат с Дугласом Кином.